Всем доброе утро! Да, мы в новом отеле. За последние полтора месяца мы сменили примерно 30 отелей. У меня уже кругом голова, честно, я устала собирать чемоданы бесконечно. Я надыхалась, я полна силы и энергии и очень сильно хочу домой в Алматы в снег. Вы меня, конечно, простите, может быть, кто-то меня не понимает и не поймет, но я устала, я хочу домой. Ну и все, полтора месяца мы уже в Таиланде и хватит с меня том-яма, я хочу бешпармак. У меня утром началась сюрприза. Приехала моя долгожданная коробка. С сюрпризом я участвую в одном эксперименте и сейчас вам расскажу поподробнее. Мне прислали сэмпл с шампунем для слепого тестирования, в котором я с удовольствием приняла участие. В этой коробке находится шампунь, на котором не написано, что за марка, что за шампунь. И в конце этого эксперимента, примерно через дней 10, мне должны прислать другую посылку с оригинальной версией и я узнаю, что это за шампунь. В общем, интересная идея, мне понравилась, я хочу посмотреть, что там внутри. Такая коробка красивая. И вот он сам шампунь, эксклюзивная новинка, попробуйте и оцените. Ну что, попробуем. А знаете, что, может быть, есть подсказка, что за марка, что за бренд. Нет, пошла я мыть голову. Пришли в японскую баню и здесь вообще никого нет, кроме нас. Берем с собой шампунь. Три бассейна. Ура! Как я этого ждала! А тут холодная вода. Сауна. Ну что ж, я помыла свои волосы, так сказать, эксперимент начался. Делюсь с вами первым впечатлением. Шампунь прекрасно пенится. У него аромат очень приятный, да более знакомый. Мне кажется, я угадала, что это за марка, потому что я раньше пользовалась... Если это он, то этим шампунем всегда. Это был мой must-have. Да, если я права, то очень прикольно получится. Ну, посмотрим, что будет дальше. Шампунь прекрасно справляется с загрязнениями. Кожа головы мягкая, волосы стали мягкими. В общем, мне понравилось. Этим шампунем я буду пользоваться на протяжении недели. И в конце мы узнаем через неделю, что это был за шампунь. Поэтому такой влог массы. Кожкин дом. В Бангкоке. Я в шоке, сколько здесь кошек. Они здесь живут. Очень красивое блюдо. И мы сегодня это будем есть с папой. Ха-ха, папа пошел деньги снимать. Банкомат слишком долго. Далеко было идти. Мы остались в торговом центре и зашли в японский ресторан. Очень соскучились за японской едой, за Японией, за мамой, с папой. Суп мисо. Рис, рыба. Класс. Разбили сет на двоих. Сара в восторге от мисо-супа с рисом. Она в Японии ела часто мисо-суп. И все-таки не зря говорят, что все вкусы с детства. Что в детстве ты ел, пробовал, оно потом отражается на твоей взрослой жизни. Ну вот как бы Сара до сих пор хранит любовь к мисо-супу, к Азии. Да? Попробуйте отрезать. Точно всем подругам скажите. Если вы рожаете ребенком, сразу отрезать ее. Мы на станции метро, едем к Вове. Вова позвонил на WhatsApp, сказал, чтобы мы проехали здесь немножко на одну или на две станции. Здесь вот такие ограждения классные, чтобы не свалиться. Как в Японии. Полный вагон. Вышли с Сары на станции Асок. И здесь такая красивая елка потрясающая. И олени блестящие. Очень стильно выполнено. Здесь огромный торговый центр. Терминал 21 называется. Очень много брендов. Все, мы забрали Вову и сейчас гуляем по Бангкоку ночному. Здесь столько всего интересного. Жизнь, конечно, яркая. Готовят рыбу в таких горшках. То ли они глиняные, то ли металлические, так и не поняла. Жарят на них рыбу в соли. Рыба свежая и вкусная. Запах потрясающий. 150 рыбина. Это 1500 тенге. Или 5 долларов стоит. Молодцы. Я считаю всегда, что где тайцы, сами едят местные. Там вкусно. Мы приехали в отель. И здесь скай-бар в Бангкоке на крыше. Я говорю, что Вова не пустят туда в Кроксах и с Сарой нас. А Вова говорит, что нас пустят. Вова не прошел под расходу и ему дали штаны в прокат. Представляете? Они дают штаны. Я в шоке. Брюки, потому что у него были шорты. Вова. Ты где такое видел хоть раз? Тебя одели? Мне. И ничего, что они на тебе очень стрёмно смотрятся, зато ты прошел фейс-контроль. В Кроксах короткие. Я вообще в шоке. Очень красивый и большой Бангкок. Могущественный, невероятный. Такая красота, такая мощь. Движение. Девочкам и, наверное, мальчикам очень интересно знать, чем же занимается Вова. Ты чем занимаешься? Как ты зарабатываешь деньги? Путешественники. Нет, ну как ты зарабатываешь деньги? У меня канал. Канал на Ютьюбе. Да, да, да. Очень хороший доход приносит. Как ты обеспечиваешь наши путешествия? Я раньше много работал, а сейчас я ехаю. Пожинаешь плоды. Да, я покупаю ценные бумаги. На бирже? Ну да, на бирже ценных бумагах. В общем, Вова акции покупает. На фондовом рынке. Вову акции разные бывают. Ну, Вова у нас он купи-продай, в общем. Продаст чуть-чуть, чем снег. Подешевле покупаю, подороже купаю. Да, ну на самом деле, да, вот как-то так. Сейчас он любит акции. Я продолжаю свой эксперимент с шампунем. Уже мыла голову три раза на протяжении этой недели. Остаюсь так же при своем мнении. Довольна результатом. Волосы на месте. Все окей. Все супер. Решила сегодня попробовать новое блюдо. Выглядит очень красиво и необычно. Сверху как будто вата. Но это курица. Сухая. Сказать честно, мне вообще не понравилось это блюдо. Рис острый. Там был внутри изюм, морковь. Три креветки всего маленькие. Как-то не очень красиво, но невкусно. Мы переехали в новый отель. И наконец-то я осталась одна наедине сама с собой. Все мои уснули. Я думаю, что каждая мама меня поймет. Когда засыпают все в доме, наступает блаженство. Даже если это час ночи и вы жутко хотите спать, это настоящий кайф. У меня Сара уснула, Вова уснул. И я могу с вами поболтать. И сейчас, сидя в этом мягеньком и удобненьком кресле, могу вам рассказать о результатах тестирования. Я осталась довольна шампунем, потому что мне понравилось, как шампунь ухаживает за волосами и за кожей головы. Плюс ко всему волосы остаются свежими даже на второй день. Это очень здорово. Я пока не знаю, что это за продукт. Через пару дней мне должны доставить оригинальные версии. И мы узнаем, что это за бренд наконец. Хотя я догадываюсь. У меня для вас есть еще одна новость. Мы скоро вернемся в Алматы. Ура! Ура! Наконец! Честно. Я очень хочу в Алматы. Та-да! А вот и кульминационный момент. Меня, наверное, все почтальоны Таиланда ненавидят. Честное слово. Потому что каждый раз курьеры, которые доставляют мне в Таиланду сюда посылку, разные. И они звонят и по-тайски ко мне что-то говорят, а я ничего не понимаю. И они ничего не понимают даже на английском. Кое-как мы встречаемся, я получаю свои долгожданные посылочки. Вот. Тайна скоро раскроется. Итак, давайте ее раскроем. И так, 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 я боюсь. Ой, а-а-а-а, четыре шапуля. Капец, ничего себе, поворот. Оказывается, это Head & Shoulders. Кто смотрит мой канал с самого начала, знает, что я им пользовалась раньше всегда. Постоянно это был мой фаворит. Поэтому я могу смело рекомендовать его своим подписчикам для ежедневного использования. Ну, поскольку шампунь отлично выполняет все бьюти-функции. Прекрасно увлажняет кожу головы, что важно при регулярном уходе. И на этом, наверное, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok